Централизованная библиотечная система имени Фазу Алиевой города Касписка всегда была центром притяжения горожан. Помимо того, что здесь читатели могут найти абсолютно любую литературу, на базе учреждения проходят различные мероприятия. За последние несколько лет в библиотечной системе произошло еще больше положительных изменений. 2021, 2022 и 2023 года наполнены насыщенными событиями для нашей системы. Это, конечно же, первую очередь открытие модельных библиотек, библиотек нового поколения в рамках реализации национального проекта культуры. При поддержке Министерства культуры Республики Дагестан, администрации города Касписка, нашего проектного офиса национальной библиотеки. Библиотеки оснащены новейшим оборудованием, компьютерами, светодиодными экранами, мебелью. Выполнен качественный ремонт, а также было приобретено свыше 7 тысяч экземпляров новых книг. Книги формировались с учетом потребностей, предпочтений наших читателей. Сейчас у нас, как вы знаете, популярна психология, бестселлеры, художественная литература. Конечно же, детская литература формировалась и литература по истории. Стоит отметить, что библиотечная система города специализируется по разным направлениям. Так, некоторые филиалы нацелены на работу с гражданами старшего поколения и людьми с ОВЗ, где имеется специализированное оборудование. На базе центральной библиотеки расположился и штаб «Мы вместе». В рамках штаба здесь тоже проходят мероприятия по вручению орденов мужества нашим героям специальной военной операции. Также проходит сбор гуманитарной помощи. Очень многие суды города принимают участие очень активно и приносят эту гуманитарную помощь, письма, которые мы направляем, соответственно, на передовую. Открытие клубных объединений также стало одним из важных событий в жизни библиотек. Воспитанники школ города активно вступают в клуб молодого патриота Отечества имени Героя России Магомеда Нурбагандова. Ветераны боевых действий, герои и многие другие почетные гости регулярно проводят встречи с ребятами в целях воспитания в них патриотических чувств. Эти мероприятия, конечно же, носят патриотический характер, что сейчас очень необходимо прививать любовь к родине, воспитывать молодое поколение на примерах мужества наших героев Великой Отечественной войны и героев нынешнего времени, конечно же. Женский клуб – это проект движения Матери России Республики Дагестан и библиотечной системы имени Фазо Алиевой, созданный при поддержке администрации города. Проект был запущен в 2021 году. В состав входило около 20 женщин. За это время клуб расширился, и сейчас он насчитывает около 200 участниц. В подавляющем большинстве – это жены военнослужащих. Также к клубу активно присоединяются и местные жительницы. Основной целью проекта было формирование уникального пространства для адаптации и интеграции женщин, для которых Касписк становился новым домом. Познакомить с культурой и традициями Многонациональной Республики Дагестан, истории города Каспийска, разнообразить досуг, помочь раскрыть таланты и многое другое. Для представителей с прекрасной половины Каспийска также был реализован проект «Здоровое материнство» клуба родительства, где девушки могут получить консультацию профессионалов по самым разным вопросам. Кроме того, сотрудники библиотеки проводят внестационарные мероприятия для воспитанников школ и детских садов. Это очень удобно, позволяет охватить больший объем ребят. И, соответственно, они работают, конечно же, совместно с педагогами, с привлечением к классу, руководителей, узких специалистов. И это бывают дни воинской славы, допустим, юбилеи каких-то писателей, обсуждение каких-то книг, книги, юбиляры также. Ну, вызывает такой, можно сказать, интерес у ребят. По словам директора Мадины Тимировой, благодаря усовершенствованию библиотечной системы, интерес читателей и ознакомление с книжным фондом значительно возросло. Сейчас в планах у руководства открыть поэтический клуб, так как в Каспийске очень много талантливых людей, пишущих стихи. Продолжение следует... Продолжение следует...